Говорит Черкесск Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалева. Сегодня в нашем выпуске в Карачаево-Черкесии представлен новый руководитель погрануправления ФСБ России по Карачаево-Черкесии. В рамках проекта «Мы живы» инвалидам боевых действий вручили ноутбуки. Члены общественной палаты проинспектировали ход строительства ясельного корпуса детского сада номер 7 и детской школы искусств в Черкесске. Итак, главным новостям. Андрея Самарокова как опытного руководителя, служившего в Ленинградской области на Дальнем Востоке. И выразил уверенность в том, что под его руководством погрануправление по Карачаево-Черкесии будет столь же эффективно и качественно выполнять поставленные задачи по защите государственной границы государства. Сергей Стрельников поблагодарил руководство Карачаево-Черкесии за поддержку и тесное взаимодействие с пограничным управлением, а также предыдущего руководителем погрануправления по Карачаево-Черкесии Юрия Александровича Кудрявцева за отличную службу. В правительстве Карачаево-Черкесии прожила торжественная встреча с инвалидами боевых действий, которым были вручены ноутбуки в рамках реализации проекта «Мы живые». На торжественные встречи с военными присутствовали заместитель председателя правительства Ильина Гербекова, председатель комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи, туризму, народного собрания Алексей Ганшин и другие. Особенно приятно вручать подобные подарки уважаемым людям с честью, выполнившим свой воинский долг и продолжающим многие годы плодотворно работать на благо родной республики и ее многонационального народа. Такие полезные подарки будут способствовать активной социальной и общественной жизни ветеранов боевых действий. Используя ноутбук, военные инвалиды могут осуществлять общение между собой в социальных сетях, задавать насущные вопросы органам госвласти и работать в онлайн-режиме, отметила Ильина Гербекова. Заместитель военного комиссара республики Владимир Скаморох поблагодарил за службу ветеранов военных действий в Афганистане и на Северном Кавказе и отметил их неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, формирование стойкости духа и мужественности молодых защитников Отечества в условиях специальной военной операции на Украине. Напомним, что с 2021 года в нашей республике начала свою работу Общероссийская общественная организация военных инвалидов «Воин». Ее цель – защитить права и законные интересы инвалидов боевых действий и военной службы, а также членов их семей, оказать помощь медицинской, социальной и профессиональной адаптации. 26 июля исполнилось 80 лет начала битвы за Кавказ. Летом 42-го враги быстро наступали и продвигались вглубь Кавказа. К концу августа уже были оккупированы крупные города, в том числе и Черкесск. Однако уже с начала 43-го советские войска перешли в успешное контрнаступление и сумели вытеснить врага. Спустя 160 дней оккупации, благодаря мужеству солдат и офицеров Красной Армии, Черкесск был освобожден от фашистов. «Сыны и дочери Карачаева-Черкесии участвовали в партизанском движении не только на оккупированной территории своей республики, но и далеко за ее пределами», – написал в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. «Свою родину с оружием в руках защищали свыше 43 тысяч жителей нашей республики. Победа в битве за Кавказ стала стратегической и вдохнула уверенность в то, что враг будет повержен. Эта победа стала возможной благодаря единению всех народов Кавказа и всего Советского Союза. Такое же единение и сегодня демонстрируют военнослужащие российской армии, представители практически всех народов Северного Кавказа и Большой России, которые спустя десятилетия, как и их прадеды, снова воюют с проявлениями нацизма, доблестно, отважно и самоотверженно. Это доказательство того, что в России жива, живет и будет жить историческая память, и наш дух патриотизма не сломить. Члены общественной палаты Карачаева-Черкесии посетили ясельный корпус детсада номер 7 города Черкеска. Он был построен в прошлом году и рассчитан на 80 малышей. Здесь нашлись некоторые замечания к подрядчику по протекающей кровле. Ее починили, осталось убрать подтеки. Также проверяющие обратили внимание на необходимость установки на окнах специальных ограничителей для детской безопасности. В рамках мониторинга члены общественной палаты побывали в ясельном корпусе детского сада номер 35. В отличие от остальных, здание возводилось не по типовому проекту. Никаких замечаний к качеству строительных работ нет. Напомним, в прошлом году в Черкесске были введены в эксплуатацию ясельные корпуса к шести детским садам на 480 мест. Строительство велось в рамках реализации нацпроекта «Демография». Члены общественной палаты республики также проверили ход строительства школы искусств в Черкесске. «В первую очередь нас волнует исполнение сроков, а также в полном ли объеме получены федеральные и региональные средства», рассказала председатель общественной палаты республики Елена Лешова. Строительство школы искусств в Черкесске было начато в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура». Работы идут с опережением графика. Планируется, что уже в сентябре учреждение возобновит работу. В обновленной школе искусств в частности появится звукозаписывающая студия, залы для хореографических постановок, операторская, многофункциональный зал, классы для индивидуальных занятий, современный актовый зал на 182 посадочных места и с сцены. Об этом рассказывает начальник отдела капитального строительства и ремонта мэрии Черкеска Равиль Тикеев. В мэрии города Черкеска учтены все особенности и потребности учеников, желающих заниматься музыкальным творчеством, искусством. И при проектировании данной школы были учтены все пожелания, а также архитектурный вид здания, чтобы сочетался к современному стилю. Представители инспекции строительного надзора Минстроительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаева-Черкесии совместно с сотрудниками филиала Россети Северный Кавказ, Карачаева-Черкеска Энерго и подрядной организации проверили ход реконструкции самой высокогорной в республике линии электропередачи. Энергообъект, протяженность которого составляет почти 26 километров, проходит по территории Карачаевского и Малокарачаевского районов республики по высокогорному плато Бечесын и Худесскому ущелью. Перепад высот, на которых проводятся работы, варьируется от 1248 до 2320 метров над уровнем моря. В ходе реконструкции все деревянные опоры заменяются на металлические. Почти в два раза увеличивается сечение провода. Это позволит улучшить пропускную способность ЛЭП и обеспечит резервное электроснабжение для потребителей пяти высокогорных населенных пунктов Кубанского ущелья республики. Несмотря на то, что работы проводятся в сложных условиях высокогорья, из-за отсутствия подъездных дорог и перепадов высоты, реконструкция энергообъекта ведется интенсивными темпами. Для комфорта потребителей в Карачаево-Черкесии продолжает работать горячая линия по вопросам ценообразования. Республиканский Минпром уделяет особое внимание ценообразованию в магазинах Карачаева-Черкесии, регулярно проводя мониторинг цен на продукты первой необходимости, в число которых входит несколько десятков товарных позиций. Об этом сообщил руководитель Департамента потребительского рынка услуг и лицензирования Министерства промышленности и энергетики Карачаева-Черкесии Арсен Гутекулов. Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов принимается информация, сводится нашим министерствам, и сводная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий, выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушения по необоснованным завышенным ценам на социально-назначные товары, то есть можете обратиться в наше министерство промышленности и энергетики транспорта по номеру телефона 283-28. За первое полугодие курорты Карачаева-Черкесии посетили более 1 миллиона 200 тысяч человек, что на 80 тысяч больше прошлогодних показателей. Традиционно популярными направлениями среди гостей республики остаются курорты Дамбай и Архыс. Их посетили 485 и 564 тысячи отдыхающих, соответственно, а также комплекс медовой водопады. Это направление предпочли 190 тысяч туристов. При стабильном функционировании курортов республики эксперты прогнозируют увеличение турпотока к концу года до отметки в 1 миллион 900 тысяч человек. При этом за прошлый год Карачаева-Черкесию посетило более 1 миллиона 700 тысяч туристов. В Малом зале Дома правительства состоялось торжественное вручение медалей 90 лет создания в СССР Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». В мероприятии принял участие министр физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии Рашид Узденов. Благодарственные письма и медали были вручены лицам, внесшим значительный вклад в возрождение и реализацию комплекса ГТО в нашей республике. Всего с момента внедрения ГТО на территории республики приняли участие в выполнении нормативов более 19 тысяч человек. Лучшие творческие силы Карачаева-Черкесии готовятся к празднованию столетия нашей республики. Государственный ансамбль танца Карачаева-Черкесии «Эльбрус» готовит особую программу, которая в сентябре будет представлена на главной сцене страны в Кремлевском дворце. Об этом рассказывает художественный руководитель ансамбля Исмаил Б. Рамкулов. Врали хореографическую композицию под названием «Под Эльбрусом» большой массовый. У нас номер есть, сюета танцевальная. Карачаевский народный танец «Обезовик». Это у нас самый ударный номер, это визитные карточки нашей республики. В рамках проекта «Открываем Россию заново» студенты Высшей школы экономики провели исследования, направленные на изучение локальной идентичности и молодежной политики. В рамках проекта студенты уже работали с Челябинском и Псковом в этом году. Итоговые результаты, в частности рекомендации в сфере молодежной политики, будут переданы представителям органов госвласти. На данный момент результаты обрабатываются посредством исследовательских методик, и уже в сентябре-октябре планируется их презентация перед широкой общественностью посредством форумов. Благотворительный фонд «Доброгорец» с проектом «Зорка. Одно лишь сердце» создание волонтерского корпуса Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих стал победителем грантового конкурса Российского фонда культуры. В реализации проекта примут участие работники и пользователи библиотеки, волонтеры регионального центра серебряного волонтерства Карачаева-Черкесии, созданного на базе благотворительного фонда «Доброгорец», волонтеры культуры, а также все желающие добровольцы. В рамках проекта будет реализована программа и обучены волонтеры, работе с незрячими и слабовидящими людьми, библиотечному обслуживанию читателей, работе с фондом и справочно-библиографическим аппаратом и т.д. В Челябинске прошел финал 11-летней спартакиады учащихся России среди юношей и девушек до 18 лет. Наши спортсмены показали достойный результат. Снежана Сухина пробилась в финальную часть соревнований в толкании ядра и метании диска. Виталий Третьяков в упорной борьбе установил личный рекорд и занял четвертое место в беге на 200 метров. Эдуард Горбузов стал серебряным призером в беге на 400 метров с барьерами. Награждал победителей призеров олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Барзаковский. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. В отдельных районах сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду. Ветер северный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 24-29 градусов тепла. В горах местами 16-21 градус выше нуля. В Черкесске переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду, воздух прогреется до 28 градусов выше нуля. Это все главные новости Карачаева-Черкесии. К этому часу с ними познакомила Руфина Ковалева.